Я рад приветствовать вас, в какой-то степени мы коллеги, потому что вот почти 20 лет я мог заниматься, не мог заниматься делами государства, но работал в жанре публицистики. Вечность зашла о конституции 1992 года, она была принята 6 мая, это день Георгия Победоносца. В Китае есть легенда о том, что дракон каждый вечер пожирает солнце. Так вот, этот дракон оккупационный может погибнуть только под ударом копья Георгия Победоносца. И я уверен, что это копье Георгию Победоносцу вложит наш народ на референдум вот этими вот простыми бюллетенями, которые превращаются в средства достижения свободы и независимости. Это то, чему отдано, борьбу за эту свободу, борьбу за эту независимость. Отданы все последние годы нашей жизни. Антон Николаевич сказал, что да, почти убили. Убили! Я был в состоянии клинической смерти после отравления. Я знаю, мы знаем, кто это сделал, почему поручению. Все это известно. Так что можно сказать, что один раз за свободу и независимость нашей родины, Крыма, я уже водил жизнь. Готов это сделать снова. Я здесь для того, чтобы встать в ряды защитников нашего Отечества, Республики Крым. И несмотря на свое полковничье звание, я потомственный казак, готов встать в ряды любой казачьей сотни и сделать все, что в состоянии для того, чтобы защитить нашу Родину. Мне очень хотелось бы, и считаю, что имею на это право, и это одна из задач моего возвращения, принять участие в референзии. Как гражданину Республики Крым. Я уже обратился через прессу к Верховному Совету Крыма, если возникнут какие-то недоразумения, чтобы Верховный Совет Крыма принял решение допустить меня к голосованию. Ну и подсчет голосов элементарный. Миллион голосов за воссоединение с Россией плюс один голос. Считать его или не считать, это дело избирательной комиссии будет. Мой голос вместе с голосом всех наших дорогих, любимых крымчан, которые они отдадут, я в этом уверен, за воссоединение со своим народом, со своей Родиной, Великой Россией. И это неизбежно. И здесь вот я призывал на этом самом месте опустить, приводил слова Черчилля, что бандита не испугаешь поднятыми руками. Эта бандитская власть угрожает теперь нам всеобщим истреблением. Вы помните? Мы помним. А вы помните из речения националистов, когда избирала наша республика своего президента? Что они говорили? Эти бандиты, отморозки. Крым будет украинским, а Бо безлюдным. И они не изменили свое отношение к нам. Независимо от того, какой из президентов был к власти, мы для них были зоной оккупации. Они мстили России тем, что оккупировали Крым. Они унижали Россию перед всем миром. Они заставляли нас жить в этом режиме оккупации. Но мрак оккупации будет развеян. Взойдет солнце свободы. И это солнце на нашем небосклоне зажжет народ Крыма. 16 марта 2014 года. Я призываю всех граждан Республики Крым идти на референдум, потому что это наш праздник. Это праздник освобождения. Это праздник возвращения к нашему народу, к нашим святыням. К нашей нормальной, достойной нашей жизни в рамках нашей великой страны, России. И президент России Путин заслуживает нашего глубочайшего уважения и почтения. Точно так, как мы, маленькая республика, не смирились с так называемым давлением Киева. Это не было давления. Это были танки на наших улицах. Это были солдаты украинской армии. Народ Крыма смеялся в лицо украинским захватчикам и плевал на гусеницы танков. Выбрали президента. Такого, которого считали достойным. Передали ему власть. От имени народа. И этой власти не лишали. Я принес клятву народа Крыма и не отрекался от него. Никогда. Ни в каких условиях. Ни в житейских. Ни тогда, когда бандеровцы протянули свою руку до самой Москвы и пытались взорвать меня в московской квартире. Но не это сейчас главное. На знамени английской гвардии вышиты названия всех битв, в которых английская гвардия принимала участие. И там вышита Альма. То есть мы, Крым, часть мировой истории. Ялтинская конференция, Ливадийский дворец, граф Воронцов. Об этом можно говорить бесконечно. Мы не окраинное какое-то образование. Мы летняя столица российской культуры. Так вот, возвращаемся к знаменам. На знамени Республики Крым отмечены подвиги тех, кто привел нас к окончательной победе над оккупантами. Там значится, референдум 1991 года народ проголосовал за Республику Крым, за восстановление Республики Крым как субъекта, союза, как независимое государство и участника союзного договора. И мы дописывали, даже если в этом союзе останется одна Россия. 1992 год. Мы день и ночь в Москве готовим решение Верховного Совета РСФСР. И оно было принято. Оно опиралось, если вам вот так показать, вот на такую кипу документов. Мы их проработали и обосновали это решение, которое передача Крыма от Республики Украина, Республики Россия, было признана незаконным. И обоснование детальнейшее этому дается. И не имеющие юридической силы с момента принятия. Это решение не отменено. Да и юре мы не Украина. И Петлюра говорил, когда определял границы Украины в 1918 году, что граница Украины это Таврия, но без Крыма. Так что пусть умоются, грубо говоря, нацисты. Не были мы никогда территорией Украины. Мы были оккупированы украинскими властями. А какими народ дал оценку этим властям? Властям, бандиты, греть, как там, греть банду, да? Банду греть. Вот оценка народа Украины своей власти.